Добрый вечер! Всех приветствуем! Мы продолжаем изучать книгу «Святости природы» «Раба Уришерки». Итак, наша тема большая – это Тора Израиля. Я вкратце напомню, что мы выучили на прошлом уроке, потому что мы его как-то на середине остановили. Итак, отправной точкой изучения Танаха, правильного изучения Танаха является понимание того, что Тора – это слово Всевышнего, в котором он раскрывает свое желание. И, исходя из принципа «скажи мне, что ты хочешь, и я скажу, кто ты», мы, изучая это желание, то есть изучая Танах или Тору в целом, можем познакомиться с обладателем этого желания, то есть с Творцом, в какой-то мере понять, кто он. И из этого вытекает следующий важный момент. Если Тора – это слово Всевышнего, то вопрос, кому оно адресовано, кто слушатель этого слова. Это тоже очень важно иметь в виду. И если мы посмотрим на текст Пятикнижия, из него становится ясно, что идентичность, которой адресовано это слово, это сыны Израиля, «Бне-Исраэль». Вот именно так она называется в Торе. Из этого следует много вопросов. Та ли это идентичность сейчас, которая была тогда, как к этому относятся народы мира, в каком они тут месте находятся, если они не относятся к сыновьям Израиля. Какая связь с землей Израиля, является ли это условием принятия слова. Все это мы будем дальше обсуждать. Итак, из понятия, что адреса Торы – это сыны Израиля, следуют две вещи. Во-первых, это множественное число сыны. То есть это общность, это не индивидуальность. И второе, что это народ, а не религия. Само понятие сыны Израиля, из этого следует, что вначале это была некая семья, сыны человека, и потом она стала народом. И вот эта вот именно общность и народ и является тем самым адресатом Торы, изначальным, к кому было обращено слово Бога. И с этого нужно начинать. И дальше мы смотрим, как оно менялось в ходе развития поколений. Потому что, во-первых, ушло пророчество, во-вторых, сыны Израиля ушли своей земли. И в итоге это привело к тому, что вот эта национальная идентичность стала распадаться. И тогда стала возникать религиозная идентичность, которая связана с другими нюансами. В религиозной идентичности больший акцент делается на индивидуальный контакт с Всевышним, на индивидуальное исполнение заповедей. Чего не было, ну или в меньшей степени было изначально, когда в идеальном состоянии, когда был храм, когда была общность, живущая на своей земле, в своем государстве. И в следующий момент, опять же, появляется акцент на каких-то убеждениях, что мы должны помнить какие-то принципы веры, которые до этого, когда был прямой диалог Творца с народом, когда это было, скажем, не нужно. Но можно представить себе такой пример, я разговариваю с человеком, с другом. И, чтобы не забыть, то, что я услышал, я записываю, делаю себе какие-то конспекты. Если я что-то не понимаю, я спрашиваю, на следующей встрече могу спросить, если я что-то забыл в конспекте. Потом, если этот собеседник пропадает, у меня остаются конспекты. Это очень ценно. А потом, когда я передаю эти конспекты другим людям, тут уже совсем появляется проблема, потому что я это писал для себя и писал в процессе диалога. А теперь, когда другие люди считают эти конспекты, понятное дело, что очень многое будет непонятно, и возникают вопросы, как выяснить, что же нам хочет сказать Бог. И вот это, собственно, та проблема, которую мы обсуждаем, как понять, что хочет до нас донести Всевышний, когда у нас вот эта идентичность изначальная Сына Израиля со временем стала меняться. Вот. Это вкратце как формулировка проблемы и то, что мы учили на прошлом занятии. Да. Я только хотел бы заметить, что вот ни религия мне ужас не нравится. Общность, ни индивидуальность это окей. Значит, национальная тогда связь с Богом, а не только индивидуальная. Потому что не религия это неверная формулировка. По-русски это не религия. Это восприятие религии как... То есть общность, не индивидуальность и поэтому общенациональная связь, а не только индивидуальная. Вот это, мне кажется, очень важно исправить. Второе. Второе. Нет, здесь все окей. Нет, здесь все, первые строчки все окей. Да. или я бы сказал не индивидуальность, а не только индивидуальность. Потому что нельзя сказать, что нет связи личной. Да. И поэтому общенациональная, а не только индивидуальность, это на самом деле одно и то же. Вообще-то, в принципе, это общность, народ, а не только индивидуальность. Вот и все. И тогда все уже будет понятно. Не нужно даже два пункта. Нет? То есть, второй пункт можно убрать? Да, общность, или даже не общность, а народ. Общность и народ. Или там народ, общность. Понимаешь? Когда два пункта не нужны. Да. Окей, да. Я просто хотел как-то подчеркнуть эту противоположность. И может тогда общенациональная связь с Богом, а не только индивидуальная. Но это то же самое. Только это связь через... Ну, еще раз. Слово религия плохо по-русски просто. Или общенациональная связь, или национальная жизнь, а не только индивидуальная связь с Богом. Вот так вот. То есть, вот это спасибо. Мне кажется, это более правильно. Так. Спасибо. И теперь двинемся дальше, да, и разберемся, как разные течения, разные части как бы устной Торы, да, пытались сохранить и донести до нас те элементы вот этого именно слова Всевышнего, да, которое получали, когда было пророчество. Итак, в результате отдаления евреев от своей изначальной идентичности возникла необходимость толковать Тору для уточнения ее цели. Опять же, исходя из того, что я говорил, да, когда нет собеседника, я могу забыть, что имелось в виду в конспекте, а тем более, если я его передал. И одно из таких толкований было написано на арамейском языке, который был в то время разговорным и называется книга Зоар. По мере того, как период Танаха все дальше уходил в прошлое, Зоар становился чем-то тайным. И в Зоаре отражается этот возникший разрыв, и действительно мы видим, что книга Зоар полна скорби об изгнании и отдалении от божественного присутствия. Итак, само понятие Каббалы, то есть Каббала, она пытается выразить ощущение пророков. Пророк, когда он получает пророчество, он переходит в некое другое состояние сознания, поднимается в какие-то высшие миры. И если толкование того послания, которое приносили пророки, этим занимается Талмуд, то Каббала пытается теми же методами рациональными, логичными описать переживания, которые были у пророков. И поэтому в Каббале наиболее ярко в учении Каббалы выражается вот эта как бы утрата того прямого диалога и тех переживаний, прямого диалога с Всевышним, который был у народа Израиля. Цитата Израа Кука. Действительно, нет почти ни одной книги Каббалы, которая бы не говорила о земле Израиля и избавлении, ибо вся Каббала это ожидание спасения, как и подобает высшей мудрости, которая не мирится с несовершенством настоящего, но возносится в божественном духе к совершенному и прекрасному святости будущему. И мудрецы Израиля не могут говорить об этом истинном и внушающем трепет видений, иначе, как через землю Израиля и избавления. В книге Зоар нет почти ни одной главы, в которой бы не говорилось об избавлении и о земле Израиля. Конец цитаты Израа Кука. Да, действительно, тот прямой контакт, то есть пророчество, прямой диалог с Богом, пророки нам говорят, что это будет в будущем, это вернется, и для этого есть необходимые условия, что народ должен соединиться, вернуться на свою землю, образовать государство, построить храм, это условие возвращения прямого диалога. И поэтому, соответственно, когда Каббала, которая говорит об этом переживании пророчества, прямой связи, она неизбежно обязательно говорит об избавлении, об возвращении на землю Израиля, это то, о чем говорит Равкук. И поэтому неудивительно, что именно мудрецы Каббалы сохраняли здоровые национальные чувства во всех поколениях. Изучение Танаха с целью раскрытия изначальной национальной идентичности мудрецы называют раскрытием тайной мудрости, а такое изучение было запрещено в период изгнания. Вот такую интересную идею говорит Равширкин. Я бы здесь сделал несколько замечаний. Здесь непонятно, ты начал с того, что диалог прервался, у нас остались конспекты и дальше их необходимо толковать. Правильно? Это очень понятно. Конспекты это то, что мы называем сегодня письменная тара. Правда? Так, да. Какое сохранились конспекты? Это есть текст письменной тары, то есть Танах. Правильно? А дальше необходимость толкования. Это верно. Но даже не как следствие удаления происходной идентичности, а как следствие потери прямого контакта. А также изменение исходной идентичности. Понимаешь? Потому что если прямой контакт сохранился, было бы иначе. Поэтому необходимость толкования прежде всего как следствие потери прямого контакта. Это то же самое, что я передал конспект другому человеку. Другой человек, другая идентичность. Да, 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 но это я согласен, но я хочу сказать, что здесь надо два пункта. Необходимость толкования тарика как следствие двух вещей. Первое это потеря прямого контакта, а второе удаление от исходной идентичности. Понимаешь? Потому что иначе первый пункт пропадает, если это в плане. Это было сказано устно, но важно, чтобы это появилось, так сказать, в переводе, подчеркивание, что это два пункта. Теперь. И дальше, что здесь не было совершенно, и поэтому необходима собственно устная тара. Только здесь вдруг перескок на кабалу. И мне кажется, нужно написать здесь следующее, что устная тара распадается на две вещи. Первое это обычная устная тара, то есть талмуд, галаха, агада, а второе это кабала. И вот это надо здесь, устная тара распалась на эти две вещи. То есть на открытую часть устной тары и скрытую часть устной тары. И вот что касается открытой части устной тары, то я говорю сейчас это на основании других лекций о шерке, чтобы было более четко понятно. Это открытая часть скорее учит, как нам выжить в тяжелых условиях изгнания. А скрытая часть кабала призывает вернуться. И вот тогда уже будет понятна картина. Согласен, но это все написано в другой книжке Израиля человечества. Здесь тоже резкий перестол, поэтому я добавил. Это надо пояснить, мне кажется, потому что без этого будет здесь непонятно. Понимаешь, да, ты, конечно, ломнишь это мотивы из Израиля человечества. Но вот то, что устная тара распадается на две части открытая и скрытая. И открытая говорит о том, как выжить в текущем уровне, а скрытая призывает вернуться. Понимаешь? А скрытая это кабала. Да, 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 это следующий пункт. Ну, окей, да, две части устной тары, открытая и скрытая. скрытая. У них две разных функции. Да, что открытая учит, как выжить, а открытая призывает вернуться. Окей. Должен лучше дописать их разные функции. Да. А почему тогда она скрытая? Потому что почему она скрытая? Потому что если бы она росла слишком сильно открытая, то народ не выжил бы в изгнании. Вообще в открытой таре была приглушена, подавлена идея возвращения. Потому что и так еврейский народ поднял больше восстаний против Рима, чем любой другой народ. И внешние, кстати, скромки можно убрать, а не лишние. Потому что да, здесь вот так дадутся. да, вот. Потому что если бы мы учили все время, что нужно вернуться, то мы бы не смогли выжить, а вернуться в тех условиях было невозможно. Поэтому нужно было в открытой части сохранить то, как выживать, а в скрытой части сохранять желание вернуться. но субъект, которым две части предназначены один и тот же или разный? Конечно, конечно, один и тот же он называется евреистий народ. Конечно, но как бы это педагогика какая-то. Да, скрытой учили не все. В знании запрещено изучение кабалы, не то что запрещено, а не поощряется вот так лучше. Это не было запрещено, это не поощряется. Это, кстати, не одно и то же. Да. Вот. И вот это и есть, что сохранилось здоровое и цельное чувство тех, кто обладали этой скрытой. Да, и вот так будет, мне кажется, структура более правильной. Отлично. Есть какие-то еще вопросы? Даже, знаешь, что, пожалуй, даже не призывает, а побуждает вернуться. Призывает это слишком. Призывает это было бы побуждает. Да, это, мне кажется, более правильно. спасибо. Спасибо, Андрей. Так, по-моему, дальше идем. Так, и тогда двинемся дальше. Стиль и общее послание Танаха. Танах написан, сначала стиль Танаха. Танах написан в основном в стиле исторического рассказа. И этот факт учит нас одному из ключевых принципов учения Раби Иуды Оливии. Принцип заключается в том, что Бог Израиля действует в истории и раскрывается через нее. Это мы учим из того, из стиля, что Танах написан как исторический рассказ. Однако события описываются в Танахе с особой божественной целью, которая не всегда совпадает с подходом современных историков, например. Второстепенные факты в Танахе иногда подчеркиваются, а центральные события для современных историков игнорируются или отодвигаются на второй план с целью указать на особое божественное управление. То есть есть какие-то события, одни события важны для историков, другие события важны для Танаха, потому что Танах раскрывает нам, как через историю действует божественное управление. Приведем два примера. Первый это книга Девре-Ямим, книга Хроник или Паралипоменом. В ней описываются в хроникальном порядке поколения от Адама до Кира, царя Персии, но ничего не говорится о грехах и неудачах. И тот, кто будет изучать только книгу Хроник, ничего не узнает ни о грехе Адама, ни о грехе поколения потопа, ни о египетском изгнании, исходя из него, ни о грехе Золотого Тельца, об истории Давида и Батшевы, то есть там нет никаких трудностей и проблем. И причина этого в том, что в книге Хроник история раскрывается как было задумано, без сложности и падения. Там особый взгляд как бы на историю. Другой пример. Завоевание царства Иуды египетским фараоном Шишаком. Оно описано в первой книге царей. Завоевание Иуды. Но из исторических и археологических данных мы сегодня знаем, что также Израильское царство было завоевано фараоном Шишаком. Но об этом нет никаких намеков Танахи. То есть Танаху важно описать божественное управление царством Иуды в то время. И он не считает нужным приводить свидетельства о других событиях, которые могли бы заинтересовать современного историка или археолога. Какими бы значительными они не были. Это что касается стиля. Теперь общее послание Танаха. В последних поколениях мы наблюдаем странные явления. Знающие Тору богобоязненные евреи выступают против сионистского движения. Как такое возможно? Выясняется, что, как правило, выступают против сионизма в тех религиозных кругах, где хорошо знают Пятикнижия, хорошо знают Талмуд, но нет традиции воспитываться на Танахе. И с другой стороны, там, где Танах изучается с раннего возраста, нет сопротивления сионизму, а совсем наоборот. Причина проста. Приезд в землю Израиля и проживание в ней, это леет мотив всего Танаха. И человек, который изучал его именно как книгу, не разобранный над цитатами, с комментариями, а именно как последовательную книгу. Человек, который изучает Танах, не может сионистской идеи. И наоборот, тот, кто сосредоточен на изучении Пятикнижия, Мишны, Талмуда, и не изучает Танах цельно, даже если в итоге он придет к выводу, что сионизм это истина, он не отведет эту идею центрального места в своей жизни, а будет рассматривать его как один из пунктов Аллахи, не более того. Из этого следует, что изучение Танаха ценно само по себе. И об этом прямо сказано в трактате Брахот 5а. Вот здесь цитата из Брахот, в котором там приводится строчка из Шмот, «Я дам тебе скрижали каменные и Тору и заповедь, что написал я, чтобы обучить их». И вот эта фраза, она разбирается на части, которые стали частями устной Торы. Скрижали — это десять заповедей, Тора — это Писание, буквально там Тора, Зе, Микра. Сейчас мы разберемся, что это значит. Заповедь — это Мишна, то есть там, где перечисляются в четком порядке законы, что надо делать. Что написал я, из этого мудрецы делают вывод, что это пророки и Писание, чтобы обучить их, это Талмуд, это Гмара. Это учит нас тому, что все это было дано Муше Синая, все вот эти части Торы. Теперь комментарии Раши, не очень понятны. Мишна, Микра, Тора — слова, они там иногда похожи по смыслу. Раши комментирует это так. Микра — это хумаш. Ше, митсва, ликро, бе, Тора. Микра — было такое понятие, это ритуальное чтение текста Тора. В отличие от Мишны, это заучивание закона. И Раши говорит, что Микра, то есть вот это, то, что здесь сказано, то, что под словом Тора, да, это имеется в виду, что тот текст, который нужно читать, который заповеданно читать, и который читают в шаббатах, да, по шаббатам в синагогах, вот, и раньше, соответственно, тоже читали, да, это была определенная заповедь. Слова заповеданно читать означают, что пятикнижия — это не только первая строка галактической дискуссии, да, там, где берут и делают то, что называется мидраж, да, берут отдельные цитаты, из них выводят, как поступать в тех или иных случаях, да, но из этого мы учим, да, что пятикнижия — это не только строка о аллахической дискуссии, но есть заповедь изучать эту книгу как книгу, да, как целостную книгу с начала до конца, да, там, где мы видим, да, какое у нее послание, какой у нее лейтмотив. И при изучении пятикнижий мы сталкиваемся с рукой Бога в истории и с еврейским народом как с особой исторической идентичностью. Эта тема постоянно повторяется в разных беседах Рава Цви и Уды Кука. Например, он говорит, вот здесь цитата, да, в шаббат, когда мы читаем недельный раздел Торы, мы встречаемся со словом Бога, да, то есть о чем мы наговорили, да, с живым словом, ну, не с живым, конечно, но сам текст, да, как он есть, не разобранный на указание, что делать. И очень важно, что при этом мы имеем дело не с деталями и комментариями, а с сутью вопроса в самом общем виде. Это фундаментальная разница. Это важно, чтобы видеть деяния Бога в событиях каждого поколения, в порядке времен, в порядке утешений, в цельной картине мысли и в полноте веры, да, это о том, как важно, да, читать и неделю за неделей, просто читать, слушать недельные разделы Торы. Так, и следующий слайд. в Пятикнижии есть много заповедей, но оно не построено как книга законов. Практическое руководство, как действовать, появляется впоследствии в относительно порядочном виде в Мишне. Заповедь это Мишна, да, это там про эту цитату из Шмот сказано. Ну, все эти, Мишна берет все эти заповеди, то есть указания руководства к действию из Хумаша, из Пятикнижии, но в Пятикнижии эти заповеди появляются в контексте исторических событий, и это очень важно. Каждый отрывок, в котором появляются эти заповеди, начинается с описания разговора Бога с пророком, и сказал Господь Моисею говоря. То есть для Торы важно не просто сказать делай так-то, а так-то не делай, да, а важно, что именно это был разговор Бога с пророком, да, и в каком контексте была дана та или иная заповедь в этом разговоре, тоже очень важно. Потому что исторический контекст заповеди в значительной степени способствует их пониманию. Например, заповедь чтения Шма дана только в конце жизни Моше, на пороге земли Израиля. И причина этого в том, что раньше цены Израиля не способны были понять глубокий смысл произнесения слов Ашем Эхад, да, Господь один. Во-первых, из-за того, что для этого необходим высокий духовный уровень, но еще важный момент, что потому, что единство Бога связано с проживанием народа в земле Израиля, да, именно поэтому заповедь чтения Шма была дана в последней книге дворим, да, в речи, которую Моше произносит, когда он уходит, народ стоит на пороге земли Израиля, чтобы туда войти. Это исторический контекст, да. В субботней молитве в Минхе говорится, вот цитата, «Ты един, имя Твое едино, и кто подобен народу Твоему Израилю, единому народу на земле?» Да, то есть тут связь, да, чтобы понять, да, постичь, что Ашем Эхад, да, тот, кто это постигает, это единый народ, да, который назван тем же словом «Гой Эхад Баарес», да, «Единый народ на земле», да, Эхад. Источник этой параллели между единством Бога и единством еврейского народа кроется в том месте, где дана была заповедь, то есть на пороге земли Израиля, да, чтобы постичь единство Бога, да, должен быть единый народ. Теперь разберемся, что такое «Гой Эхад», да, «Единый народ». Цитата Изора, да, «Народ Израиля называется единым, когда он проживает в земле Израиля». Откуда мы это учим? Из вот этой цитаты, да, которая из книга Шмуэля, «Единый народ на земле», что означает, что они едины с землей, то есть народ един с землей, и поэтому в земле, только в земле Израиля, они называются единым народом, потому что они едины с ней, с землей Израиля, а не когда они одни. То есть когда они одни, отлучены от земли, да, тогда они не являются единым народом, и тогда, соответственно, они не могут постичь единства Всевышнего. Вот. Я тут не очень понял. Мы сейчас тоже не живем в земле Израиля, многие, и что же нам тогда Шма не надо читать? То есть это логика, что нам Шма надо читать только перед входом в землю Израиля, вот тут какое-то несоответствие. Инхас, есть что-то сказать? Я здесь. Значит, я думаю, что давание молитвы Шма в связи с этим, это вопрос, как бы, такой очень сложный. То есть здесь дана некоторая интерпретация молитвы Шма. Я не уверен, что эта интерпретация мне нравится. Это проблематично. Поэтому я не стал бы на ней настаивать. Но то, что имеется здесь в виду, это то, что единство было достигнуто, а потом оно уже не уничтожается. То есть после достижения единства и завоевания страны, дальше, даже если есть изгнание, единство не уничтожается. Ну, как, например, Храмовая гора. Когда в ней построен был храм, она стала священным местом. Хотя храма нет, святый с Храмовой горы остается. Поэтому достигнутый уровень, он уже никуда не уходит. Даже если основа для этого уровня, то есть завоевание страны, ушло в изгнание. Поэтому это то, что здесь имеется в виду. Но сама концепция, действительно, я согласен, я не знаю, почему она здесь такая, что это именно из-за того, что она завоевана. Окей, Зор может так смотреть, окей, хорошо, но это один из вариантов. По смыслу, шма – это монотеизм. Самое главное – это монотеизм. Это мы сейчас вкладываем в это понятие, что шма – главное – это монотеизм. Хорошо. Может быть. Потому что шма, она не только ну, окей, это монотеизм, но это более сложная вещь, чем просто монотеизм. Но здесь не в этом дело. Мы обсуждаем здесь не шма. Мы обсуждаем некую интерпретацию заповеди шма, которая дана здесь на основе зогора. Вот в этой интерпретации она связана с страной Израиля. Может быть, вполне другая интерпретация шма. Да, это замечательный, сложный текст, конечно, я согласен. Только важно, что это, осознать, что это некая интерпретация. Конечно, другим интерпретацией тоже возможны. Да, да, да. Я не хотел сказать, что шма – это не монотеизм. Конечно, монотеизм. Но не только монотеизм. Там гораздо больше. Спасибо. То есть здесь Раф Ширкин нам объясняет о важности знания контекста, в котором была дана та или иная заповедь. Дальше, кстати, в этом же разделе будем изучать еще другое понимание смысла молитвы шма. Есть какие-то еще комментарии, добавления? В принципе, здесь как раз мы плавно подошли к Йомас Маут. Да. Можно закончить, можно двинуться дальше. Там, в принципе, дальше тема разных уровней толкования. Так, меня слышно вообще? Да. Да, вас слышно, все в порядке. Да. Давайте дальше, если мое мнение. Так, ну тогда пройдем еще одну главу, которая называется «Имена Бога». Да. Итак, поскольку божественное управление изменяется в ходе смены поколений, то Бог предстает в Танахе под разными именами. Когда Всевышний творит мир, Он раскрывается как источник и руководитель всех сил природы. И называется Он тогда Элогим, Бог. Когда в творении появляется человек, Всевышний раскрывается как уникальная личность, и тогда Он носит имя Ашема Луки или Господь Бог. Позже, когда появляется Авраам и принимает власть Бога на собой, Он называется Адунай, то есть Господин. А где это он так называется? Извини. Где он так называется? У меня тут написано Брахот 7b. А, окей, окей, окей. когда три ангела пришли. Окей, нет, в тексте этого нет. В тексте в Равошерке нет. Ну, я думаю, может быть. нет, 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 цитаты, если это Талвуд, то это толкование, а не текст. Вторые. Потому что форма Адонай, именно через которую пишется Адонай, это Мумьюн, она, по-моему, не появляется в книге Бытия. Я, честно говоря, даже не помню, что она вообще в Таре появляется, только, по-моему, в самом-самом конце. Нет, когда три ангела пришли к Аврааму, там как раз он говорит Адонай. Я не прав? Секунду. Можно открыть Вайра. Сейчас, одну секунду. Ну, как же, я продолжаю, пока открою. Да, в поколениях, когда Бог дает обещание, он называется Эль-Шаддай, Бог всемогущий. В поколениях, когда он исполняет обещание, он появляется под именем Ютхей-Вахей, или Гошем. Вот как объясняет это Раши в своем комментарии на Шмот 6.3. Я являлся Аврааму и Цхаку Якову как Эль-Шаддай, Бог всемогущий. Я давал им обещание, и в каждом из них говорил им «Я Бог всемогущий». О имени моего Ютхей-Вахей не дал им познать, не был познан имя в моем истинном свойстве, за которое я назван именем Ютхей-Вахей, как верный в исполнении моих слов, ведь я обещал им, но не исполнил при жизни. Это Шмот, когда Бог является Моше, известное место, комментарий Раши. Следующее. При установлении Царства Израиля в эпоху Шмойля вновь появилось имя Цваот, Бог воинств. Когда нужно царство, когда нужна его защита. С началом изгнания появилось имя Акадош-Баруху, очень интересное имя, Святой Благословен Он, как бы противоположные понятия Акадош и Барух. И это имя раскрылось именно как следствие отдаления от пророческого опыта. И это имя несет глубокое содержание. Акадош или Святой означает отделенный от мира. И Он также Барух, то есть Благословен. А Благословен означает обращенный к миру и умножающий благо именно в нашем мире. А в нашем поколении, когда народ Израиля вернулся на свою землю, все больше раскрывается имя Цур-Исраэль, оплод Израиля. Вот это я не очень понял, из чего это следует? Это следует из Декларации Независимости. А, и там есть такое имя Цур-Исраэль? Да, там Цур-Исраэль, да. То есть там вместо слова Бог написано Цур-Исраэль, демокрация Независимости. Так, это то, что про имена. Дальше большая тема про разные уровни комментариев. Пшат, Ремеш, Ремеш, Драш Сот. Я думаю, что ее нужно на следующий раз начинать. Ну, не знаю, можно сейчас, нет? Можно, я готов. Я хочу сказать, вот я открыл текст, первое упоминание прямо с Алиф Далетун Ют, это когда Маше говорит, воемая Маше и Лаше Би, ну, то ли Адони, то ли Адонай, я не знаю, как это правильно здесь проверить, как правильно читается. Но, в общем, надо здесь отметить, что мы должны проверить, где встречается формулировка имена Далетун Ют. Потом она есть, конечно, но я не помню ее в начале. Там встречается просто Адони, в смысле господин мой. А в Айра там разве нету? Шмот. Ва-Эра или Ва-Ера? Ва-Ера. Там, где Абра. Сейчас я еще раз посмотрю. Сейчас. Сейчас я взгляну. Ну, хорошо, пошли дальше и посмотрим. Ага. Так, тогда перейдем к уровням, да, к разным категориям комментарием толкования Танаха. Центральная роль комментария Раши. Из этого, из того, что в каждом поколении меняется характер управления, становится понятно, почему комментарий Раши занимает центральное место в толковании Танаха. Почти невозможно найти Танах с комментариями, в которых не было бы Раши, и на сегодняшний день его комментариям посвящены сотне книг. Раши объясняет Танах на языке традиции, на языке устной Торы, который ищет особое послание Бога каждому поколению, в то время, как другие толкователи Торы сосредоточены на ее переводе на другие языки, на языке философии. Я не прав, да, совершенно верно, там есть. Да, исправляюсь. Да, я не прав, есть начальство эра, да. Итак, значит, важно то, что другие толкователи сосредоточены на том, чтобы перевести Тору на другие языки, на язык философии, на язык кабалы, на язык морали. Раши именно ищет особое послание Бога каждому поколению. Например, рассмотрим комментарии Раши на Береши, на самые первые слова Торы. Вначале сотворил. Эти слова требуют толкования, в оригинале там стоит слово Драш, Даршани. Несмотря на то, что Раши себя позиционирует как комментарий уровня Пшат, первые же слова он говорит, что здесь нужен Драш. Раши. А эти слова требуют толкования, как толковали Даршу их наши мудрецы. Вначале Берешит означает ради Торы, который назван началом пути его, и ради Израиля, который назван началом плодов его. А если ты ищешь простого Кепшуто толкования, так понимай их. То есть начинает сразу же первый комментарий Раши с Драши. Хотя сам Раши назвал своей целью объяснить Пшат, простой смысл текста, он решил начать свой комментарий Ториев с Драши. По его словам, само писание ставит такой сложный вопрос, который требует Драши, требует аллегории или толкования объяснения на уровне Драши. И что же это за вопрос? Раши объясняет, что слово решит начало встречается в Иврите только в сочетании с другим словом. Нет слова решит в Писании, которое не связано со следующим словом. Например, в начале царствования Иоакима, начало царства его, начало урожая твоего и так далее. Решит оно как бы самостоятельного смысла не имеет. Оно всегда связано начало чего-то. Таким образом, фраза в начале сотворил Бог на иврите лишена смысла. Поэтому Раши утверждает, что слово решит здесь описывает не время, а цель. Ради чего был сотворен мир? Ради чего? Ради решит. И дальше он объясняет, что такое решит, это ради Тора или ради Израиля. Но почему Тора начинается со слова, у которого нет простого смысла, пшат, которое требует глубокого объяснения, т.е. Драша. Очевидно, что это должно нас научить, что невозможно читать письменную Тору без устной Торы, и что даже первый стих невозможно понять, не обратившись к еврейским мудрецам. В этом случае аллегория или Драш становится простым смыслом текста, поскольку другого смысла у нас нет. Здесь можно увидеть глубину комментария Раши и его гениальность в выборе Медраши. Существует немало Медраши, объясняющих, что такое решит, т.е. ту цель, ради которой сотворен мир. Но Раши выбрал именно эти две цели, Тора и Израиль. Из сказанного выше становится ясно, что Раши хотел подчеркнуть неразрывную связь между Торой и Израилем, показать, что у них одна цель, что без Израиля не может быть Тора. Тут у меня цитата из бесед Рава Циуды Кука Израиль и Тора две стороны одного целого. Избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. Также Орахай Макадош Если нет Израиля, то нет и Тора. Израиль это Адресат Тора. Также Он сказал мне, Раби, две вещи есть у меня на сердце, я люблю их великой любовью Тора и Израиль, но я не знаю, что из них первичных. Я ответил ему, люди обычно говорят, что Торы предшествуют всему, но я бы сказал, что святой Израиль первый, как сказано, Израиль святыня Господа, начало решит плодов его, как сказано у пророка Еремея. Идем дальше. Эта идея проясняет 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 кстати, про эту цитату показывает, что вообще приведение цитаты не доказывает, что другие понимания невозможны. Она говорит, что это понимание возможно, но не значит, что другие понимания невозможны. Я бы сказал, люди обычно говорят, и вот на основании этого я бы сказал. то есть у других тоже есть свое обоснование. Ну да, то есть человек говорит некую идею и подтверждает ее цитатами, но это не значит, что... Цитата доказывает, цитата обосновывает, это просто не про данное место, а вообще про Медраше. Идем дальше. Эта же идея проясняется в Медраше Берешит Раба. Раф Куна и Раби Еремия от имени Рабишму или сына Раби Ицхака сказали, Израиль появился в замысле Бога раньше всего. Если бы святой благословен он не предвидел, что спустя 26 поколений Израиль примет Тору, не было бы в Торе написано заповедуй сынам Израиля, говори сынам Израилевым. То есть все, что мы учим, что Тора предшествовала миру на несколько тысяч лет, что значит Тора? Тора обращена к Израилю. Если Тора предшествовала миру, значит и Израиль предшествовал миру. То есть понятие как слово, как мы говорили обращение, оно без адресата, к кому обращаются, не имеет смысла. Это нам хочет сказать Раша. То есть каждое высказывание предполагает наличие слушателей. И поэтому слова Всевышнего в Торе заранее учитывают существование Израиля. Если еще точнее, Тора обращена к сынам Израиля. Мы говорили, что идентичность Бне Израиль. А к сынам Израиля это значит к поколениям потомков, живущих на своей земле и реализующих благословения данные их отцам. в Торе мы еще не считаем как они вошли в землю Израиля. И то, к кому обращаются Тора это именно сыны тех, к кому обращаются. Те, которые должны реализовать эту цель, о которой говорится в Торе. Поэтому они названы сынами. Я бы только поменял все это. Слушай, это не центральная роль комментарии Раши. Это центральная роль народа Израиля в дайавании человечеству Торы. На два слайда выше. Просто он заодно про Раши и другие комментаторы и Медяши и все прочее. Поэтому заголовок на два слайда выше я бы поменял. центральная роль Израиля или там неразрывность Израиля и Торы. Вот так что-нибудь. Но это мы учим из одного комментария Раши. Нет. А потом еще нет. Под этим заголовком у тебя много разных комментариев и Медяшей. Окей, учим из Раши, а также из других мест. Но это не центральная роль комментария Раши. Это неразрывная связь Торы и Израиля. Вот что есть вообще заголовок. Хорошо. Потому что понимаешь, да? Заодно начинается с комментария Раши. Мне кажется, так будет более правильный заголовок. Окей? Спасибо. Ладно? Да. Так, идем дальше. Другой Медраж Ялкут Шимони Ялкут Шимони говорит, что Тора была дана на четырех языках. Вот эта цитата из Дворим. Господь Синаи пришел, высеял от Сеира, явился с горы Паран, шел с десятками тысяч святых. Непонятные географические названия, какая связь с тем, что Всевышний пришел. И Медраж толкует это так. Господь Синаи пришел, когда раскрылся Святой Благословен Он, чтобы дать Тору Израилю, не на одном языке раскрылся, но на четырех языках. Господь Синаи пришел, это иврит, высеял от Сеира им, это латынь, явился с горы Паран, это арабский, шел с десятками тысяч святых, это арамейский. Таково толкование этой строчки из Варим Медраж Ялкут Шимони. Эти четыре выдающиеся человеческие идентичности еврейская, христианская, исламская и универсальная. Универсальная, поскольку арамейский в те времена считался универсальным языком, вроде как сейчас английский. И каждая из этих идентичностей основана на глубокой связи с Танахом. То есть Сеир, понятно, там жил и дом, Паран, там жил и Шмайль, от которого произошла исламская цивилизация и так далее. И все они связаны с Танахом. Поэтому раскрытие Всевышнего связано с вот этими четырьмя ветвями цивилизации, идентичностями точнее, потому что есть одна универсальная вообще. Однако в следующем же стихе Муше добавляет Тору заповедал нам Муше наследие общины Якова. То есть когда говорится о связях всего человечества со словом Всевышнего, сразу же Тору заповедал нам Муше наследие общины Якова. В отличие от народов мира Тора обращается к еврейской идентичности как к наследию общины Якова. И следовательно, должна толковаться в соответствии с устной Торой. Это похоже на беседу двух людей, содержание которой слышат стоящие рядом. Но слова говорящих обращены друг к другу. Важный момент. Равшерки говорит, что Тора это диалог двух собеседников, которые слышат третий. И когда они говорят между собой, они учитывают, что третий их слышит. Точнее Всевышний обращается к народу Израиля, но так задумано, что все это слышат, наблюдают, видят народы мира. Это именно замысел Всевышнего, что есть адресат и есть третий, который это слышит. И это все зашифровано в этой фразе из дворей, из комментариев. Итак, мы можем увидеть дополнительный смысл в словах Раши. Вначале сотворил эти слова требуют толкования. Мы возвращаемся к комментарию Раши на первое слово Тора. Эти слова требуют толкования. как толковали их наши мудрецы. То есть, как мы выяснили, что сама Тора требует читателя толковать ее, опираясь на устную еврейскую традицию. Вот такая сложная концепция, которой Раши хочет нам показать, что Раши дает такой комментарий, который важен во всех поколениях. и поэтому комментарий Раши до сих пор остается самым важным и популярным комментарием. Окей, замечательно. Этот медиаш, Ялкут Шамлани, я его никогда не видел, но совершенно потрясающий медиаш. Да, еврей, латынь, арабский и универсальный. Да, это потрясающий медиаш, очень интересный. Да, прекрасно. Дальше? Тогда идем дальше. Уровень толкования Танаха. Вот всем известный Пшат Ремеш Ремес Драж Сот И теперь мы разберемся, опять же, на основании комментариев Раши, что все сложнее и интереснее. Иногда в комментариях Раши встречается выражение Пшуто Кэ Машма О. То есть простой смысл Пшат, который ставит себе целью истолковать Раши, он соответствует буквальному Машма. Из этого следует, что обычный простой смысл Пшуто не соответствует буквальному Кэ Машма О. Если он пишет в каких-то местах, что здесь Пшут Пшат Кэ Машма, то в остальных случаях он не соответствует другому простому смыслу буквальному. Что такое буквальный смысл? Это то, что понимает обычный человек, просто прочитав текст. Однако Пшат, согласно Раши, это истинный смысл, вложенный в текст. Из этого следует, что обычный простой смысл Пшуто не соответствует Пшуто Одна Топшат, согласно Раши, это истинный смысл, вложенный в текст автором. Требуется много усилий, чтобы понять в каждом месте, какое прочтение текста Раши хочет отклонить. Есть особая сложность читать Раши, нужно понять, на какой вопрос он отвечает, с чем он спорит, что он хочет отклонить, доказывая, что это другое какое-то нужно понимание. Итак, мы выяснили, что то, что мы считаем Пшатом, самым простым смыслом, базовым прочтения Тора, это вовсе не так, что Пшат, который имеет в виду Раши, он несколько глубже, а то, что самый буквальный, это называется Машма, то, что слышится, буквальный смысл условно назовем. Еще один уровень в изучении Тора, который упоминает Раши в своем комментарии, это как раз Драш. И Драш это общее послание, вытекающее из всей Тора. Как правило, связь стиха с его прочтением на уровне Драш носит ассоциативный характер, хотя при глубоком рассмотрении можно понять, почему некая общая идея была связана именно с этим стихом. Есть простой смысл, то, что мы видим, то, что мы читаем, а есть какая-то ассоциативная связь, которая возникает. Это называется Драш. Мы сейчас обсуждаем все эти уровни, как их понимает Раши. Еще один уровень это СОД. Еще один уровень, он также присутствует в комментарии Раши, но в неявной форме. Это СОД или тайный или скрытый смысл. Раши учитывал в своем толковании этот уровень, этот тайный уровень, но в отличие от Рамбана, который делал четкое разделение между скрытым СОД и простым ШАД смыслом, Раши объяснял их на одном языке. То, что скрыто в тексте, это простой смысл писания. цитата цитата некое послание. Теперь мы разберемся, где у Раши есть тайный смысл СОД. Цитата Берешит 47 из недельного раздела Ваихи. Тут Тора описывает последние дни Якова. И жил Яков в Египте 17 лет, и были дни Якова, годы жизни его, 147 лет, и приблизились дни Израиля умереть, и призвал он сына своего Иосефа, и сказал ему, если я нашел милость в глазах твоих, положи руку свою под чресло мои, и сделай мне милость и правду, не хорони меня в Египте, и лягу я с отцами моими, и вынеси меня из Египта, и похорони меня в могиле их. И сказал Йосеф, я сделаю по слову твоему, и склонился Израиль к изголовью постели. Это цитата из Береши, теперь посмотрим, как ее комментирует Раша. И призвал сына своего Йосефа, Раша комментирует того, кто мог это исполнить. На первый взгляд это очевидно, для чего же Раша это сказал. Но если мы внимательно посмотрим в текст Торы, то видим знак припинания между словом и призвал и словом сына своего. Я его здесь нарисовал, там такая вертикальная черта, где знаки кантиляции. Похоже, что Яков призвал не Йосефа, а призвал Всевышнего. И именно это имел в виду Раша. Что значит того, кто мог это исполнить? Он имеет в виду Бога, который мог исполнить его просьбу, чтобы он был похоронен в земле Израиля. Именно поэтому он обратился к Йосефу. То есть в этом комментарии скрыт тайный смысл. Праведники в каждом поколении служат проводниками божественного присутствия. То есть через них раскрывается божественное управление. Божественное присутствие присутствия перешло к его сыну, то есть Йосефу. И поэтому он, как призывает Йосефа, обращается на самом деле к Всевышнему. Это уже нельзя назвать простым смыслом. Это также видно из продолжения слов Раши. И склонился из рая. И тут он вспоминает пословицу Раши лев-царь, но когда время властвовать лису, кланяйся лису. К изголовью постели Раши комментирует, что повернулся лицом к божественному присутствию. Так кому в конечном итоге поклонился Яков? Йосефу или божественному присутствию? Из близости этих двух комментариев становится ясно, что в то время божественное присутствие пребывало с Йосефом. Таким образом проникая глубину простого смысла, Раши раскрывает нам также и тайны Торы. Как сказано в Медраше, сказал Рейш-Лакеш, працы являются колесницами божественного присутствия, как сказано, и поднялся бог с Авраама. Таким образом Йосеф тоже является носителем шхины, и поэтому Яков, когда ведет с ним диалог, он как бы через него обращается к Всевышнему. И вот этот комментарий, из него мы видим, что Раши тоже учитывает уровень СОД, хотя его не называют и не делает каталогизации разных уровней, но он учитывает при этом все уровни, которые мы обычно знаем, которые Пардес. Так, это мы разобрались с СОД. И последний у нас осталась глава в разделе «Как изучать тонах воспитательные цели» комментария Раши. Еще один принцип понимания комментария Раши напрямую связан с его исследованием слова бога, и он заключается в том, что он, то есть Раши, пишет для своего поколения. Раши прояснял божественные и воспитательные основы слова божьего актуальные для его поколения. Об этом прямо пишет внук Раши Рашбан. Он пишет «И так же учитель наш Шлома, отец моей матери, просветитель изгнанников, истолковавший Тору, пророков и Писания, вкладывал в сердце то, чтобы объяснить простой смысл Танаха». Это он про Раши говорит. «И даже я, Шмуэль, сын Мейера, зятя его спорил с ним и он признал, что если бы у него было время, стоило бы написать другие комментарии в соответствии с простыми смыслами, которые обновляются каждый день». То есть это личный диалог Рашбама со своим дедом, то есть с Рашей, в которых Рашей ему в частной беседе сказал, что вот я написал комментарии, которые до сих пор изучают комментарии на уровне Пшат, при этом Рашей считал, что вот этот Пшат, он обновляется каждый день. Вот так. Приведем несколько примеров. Яков убегает к Лавану и появляется следующее описание. «И послал Ицхак Якова и пошел он подан Арам к Лавану, сыну Арамейца Бетуэля, брату Ривки, матери Якова Ицхак 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 и Раша комментирует это место так. На слова мать Якова Ицхак он пишет «Я не знаю, чему это учит нас». Вот такой комментарий. Во-первых, если Рашей не знает простой смысл, почему ему важно сказать о том, что он не знает. Во-вторых, простой смысл того, чему Писание хочет научить нас, понятен. Поскольку Ривка была сестрой злодея Лавана, то у нее родился злодей Исав. Однако, если мы внимательно рассмотрим слова Раши, то заметим, что он не сказал, и я не знаю, чему это учит, он сказал, чему это учит нас. То есть, во времена Раши нельзя было говорить об общем корне Якова и Исава, поскольку это могло восприниматься как по отношению к иудаизму Яков, так и христианству Исав. Это привело к путанице. Поэтому Раши здесь на что-то намекает и говорит, не знаю, чему это учит нас, говоря о своем поколении. Из разных толкований, приведенных в Медрашах на стих А, вот теперь вернемся как раз к Шма-Исраэль, другой универсальный смысл этих слов. Из разных толкований, приведенных в Медрашах на стих «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один», Раши выбрал следующее, которое все знают, здесь оно написано. Раши комментирует это так, оно приводится в «Дворим раба» в Медрашах. «Господь Бог наш, Господь один», то есть Господь, который сейчас Бог наш, а не Бог народов в будущем, будет Господь один, то есть Бог всех народов. «Как сказано, ибо тогда обращу к народам язык чистый, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Это цитата из Цфании «И сказано, в тот день будет Господь один, и имя его одно». Это цитата из Захарии. Из двумя этими пророками Раши придает универсальный смысл фразе «Шма Исраиль». «Господь один» имеется в виду, что переход от «Господь Бог наш», то есть «Сынов Израиля» на «Господь один», то есть универсальное послание. Почему Раши выбрал именно это объяснение? По мнению мудрецов, этот стих повторялся в разных контекстах на протяжении истории. Первый раз он появляется, но не в прямом виде, а по толкованию Медраша. «Когда сыновья Якова произнесли этот стих своему отцу перед смертью, когда он умирает, призывает своих детей, они говорят «Шма Исраиль». У него возникло опасение, что не все из его сыновей придерживаются веры в единство. И тогда смысл стиха «Шма Исраиль был был таким, что сыновья обращаются к Якову, к отцу, и говорят ему, как в твоем сердце только один Бог, так и в наших сердцах только один Бог. Муше произнес этот стих Израиля в конце своих дней, чтобы объяснить им его с тем же смыслом, что его Бог это также их Бог, что у Муше свое постижение, у народа не такое высокое постижение, как у Муше, и он говорит им, слушай, Израиль, Ашема Лукейну у нас один Бог, несмотря на то, что я Муше, а перед ним стоит народ. То есть он хочет сказать, что тот, кто дал Тору, он же создал и народ. Однако в поколении Раши не было необходимости в таких толкованиях, поскольку эти вопросы не были актуальны. Со времен Якова было ясно, что каждый еврей принадлежит общности Израиля, а со времен Муше, было ясно, что Тору не противоречит национальной идентичности. В поколении Раши оставался нерешенным вопрос о взаимоотношениях с народами мира. Станет ли Бог Израиля в конечном итоге Богом всех народов? Поэтому Раши выбрал именно такой комментарий, который связан с ожиданием исправления мира. Итак, из этого мы учим, что Танах несет в себе динамический смысл, и в каждую эпоху следует читать его в соответствии с духовными и психологическими требованиями поколения. Вот, у меня все. Все, спасибо большое. Тогда, мне кажется, мы здесь разумно завершаем наше обсуждение. Окей. У меня по последней части нечего сказать, но здесь просто это про Раши уже более подробно. Любопытно было бы понять все-таки, то есть, видимо, это связано с еврейской духовностью и невозможностью. Но как бы иногда, когда читаешь, хотелось бы, чтобы какой-то орган узаконил ту или иную интерпретацию. Как это? Как это возможно? Ну, я не знаю. Это галахическая интерпретация. Возможно узаконить, а все остальное просто невозможно и не нужно никогда. Да, я думаю, что, наверное, это так, но иногда хочется. А почему галахическую можно узаконить? Чем она отличается от остальных? Потому что галаха это то, что применяется на практике. То, как мы делаем. Поэтому если у одних будет праздник в один день, а у других в другой праздник в Песах, то будет плохо народу или там шивот. Поэтому галахическая интерпретация, она зафиксирована еще с Едрином и в многих других вещах. А вся остальная... А реально она кем фиксировалась? Я плохо знаю историю, видимо. Почему вдруг вот эти положения стали галахическими, а те нет? это Талмуд. Талмуд там сплошных... И в Талмуде 90% не стали галахой. Нет, 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 вы ошибаетесь. Во-первых, во-первых, все много, что до Талмуда. Во-вторых, в Талмуде 90% разных мнений, а дальше есть решения. и вот эти решения, где они есть, они стали галахой. Конечно. Дискуссия сначала... я изучал галаху, видимо, плоховато, то есть там вместе с Урией Гершовичем, и у меня создалось впечатление, что там 90% текста это как бы споры, а решения там крайне редко. Конечно, но там, где они есть, там и галаха. Ну, хорошо, я вам верю, конечно. Это раз. А во-вторых, это первое. Но во-вторых, нам необходимо сохранять разнообразие мнений. Это необходимая вещь. Я хотел бы добавить из комментариев, которые написали в Фейсбуке, что когда мы говорим, что Адейсад это еврейский народ, может быть, нужно скорректировать, что Адейсад это человечество через еврейский народ. То есть, Адейсад еврейский народ как передаточный звенок человечеству. Это будет более хорошей проблевкой, мне кажется. Да, конечно. Можно? Это мы как бы сейчас к этому подошли, да? Из комментариев Раши Нашма, опять же, да? Нет, но это все всюду. Просто сделать примечание в переводе, что имеется в виду, что еврейский народ в смысле передать человечеству. в этом смысле. Хорошо. Ну все, тогда закрыли сегодня. Поздравляю всех. Я, если можно, если можно, я хотел от себя добавить общее замечание. Находясь сейчас на исходе дня памяти погибших и при очень коротком времени оставшемся отступлении в День Независимости, у меня такое ощущение, я думаю, что я не обманываюсь как бы в том, что это ощущение, оно как бы созвучно, скажем, большей частью тех, кто живет хотя бы в Израиле, что мы внезапно стали свидетелями совершенно какого-то огромного столкновения Израиля с народами мира и с тем, что сейчас происходит. Я думаю, что если бы Рафшерки как бы переписывал эту книгу и ее редактировал, я думаю, что он бы внес какие-то поправки. Почему? Давай осмотрим конкретные примеры. Конкретные примеры. Жюри дало израильской певице какое-то двадцатое место, а народное голосование Европы дало ей второе место. Колумбийском университете. Не вся история взаимоотношений с народами мира связана с Европой. Да, да, да. Рафшерки сейчас не приводил как бы Радон с Раши до голосования Европой. Тем не менее, да, тем не менее, в Колумбийском университете огромные протесты против Израиля. Не только университета. Секунду, секунду. Послушай, мы не убеждаем не договорить. Ну, ты сказал, можно я договорю? Теперь, а в посередине студенческого совета избранная из аэльтянка, служившая в армии. то есть, я думаю, секунду, я думаю, столкновение у нас не с человечеством, у нас столкновение с некоторой промусульманской, или точнее, там, пропалестинской частью человечества, которая очень богата, организована и активна. С остальным человечеством у нас, по-моему, отношения прекрасные. Слушай, это не только мое мнение, я слушал, совсем недавно выступал человек, к сожалению, я не помню его имени, он председатель всемирного движения Мизрахи, он сам, судя по акценту, он из Америки, он повторял то же самое, о том, что загадка ненависти к евреям, которую мы видим сейчас, это загадка, ее невозможно объяснить рационально на уровне голосования Евровидения. Я понимаю то, что ты говоришь, но я могу привести десятки фактов о демонстрациях в японских университетах, о демонстрациях в странах, которых никогда не были антиизраильскими. Мы видим это, мы чувствуем это везде, это невозможно отрицать. И те ужасы, те ужасы, которые были 7 октября, они, грубо говоря, никого не волнуют. Это вообще не аргумент, это частная проблема израильтян. Все. Вот это, это чудо, что мы к этому не были готовы. Это, давайте, давайте сформулируем иначе. У нас имеется проблема с демонстрациями и со всем этим прочим, но в целом, в целом, есть раскол просто в западном мире. Да, действительно, раньше антисемитизм был скрываемым, а теперь он не скрываемый. Это верно, действительно, но при этом все равно абсолютное большинство американцев нас поддерживает. Посмотри любой опрос, абсолютное большинство. Среди молодежи есть проблема, то, что есть промывание мозгов в американской сети, то, что неомарксизм, эмоциизм действительно в университетах, но точно так же они пусть антизападные. В общем, понимаешь, я думаю, что твое такое представление, оно очень сильно базируется на том, что мы этого не ожидали, да, но мы не ожидали не этого, мы не ожидали легитимации такой, и это легитимация в основном в университетах, среди стреблишмента, среди народа совершенно ситуация другая. Это раз. Этот человек Мизрахи, которым ты говорил, он, надо понять, с кем он общается, общается он с истеблишментом или он с народом общается, это большая разница, это раз. Во-вторых, то, что касается 7 октября, то Израиль, как ты знаешь, отказался фильм о зверствах Хамаса выпускать в прямой эфир. Понимаешь, то есть, на самом деле, это должно нас научить тому, что мы абсолютно неправильно ведем пропаганду. Никому не интересно, потому что ты смотришь на активистов антиизраильских. И, конечно, не интересно, если мы сами это не показали. Но мы же сами это закрыли. Мы сами это не показали. Я не согласен. Да? Да. Послушай, я тебе хочу сказать, может быть, сейчас не время расширять это обсуждение, может быть, следует этому уделить отдельное. У меня ощущение, я думаю, что не только у меня, что парафраза на сегодняшний день, то, что было в предыдущих веках, когда не было государства Израиля. Израиль не могли никому доказать о том, что обвинения против них, они лживые, как бы высосанные из пальца, и это вообще абсурд. И, тем не менее, в них верили, начиная с инквизиции, начиная с кровавых, кончая кровавыми заветами. Вот тоже сейчас странным образом происходит с государством Израиля. Почему? Потому что основатели государства Израиля и живущие в нем, они считали, что есть логика в существовании Израиля и логика отношения с народами мира. Теперь в наших глазах мы видим, что этой логики нет. Почему? Потому что можно объяснять, что евреев сейчас ненавид, потому что это будут другие вещи, которые настолько же абсурдны, что евреи выражают что-то, что прямо противоположно тому, куда хотят везти, куда идет молодежь и так дальше. Но евреи все время выражают что-то, что выделяет их от всех остальных. Вот это я с тобой согласен, но Израиль не ведет абсолютно пропаганды. Абсолютно. Это неправильно. Все факты известны, все говорят о том, что выросло и вырастает поколение, которое, по-видимому, будет руководить таким миром, которое сознательно является невежественной в плане информации. Она никого не интересует. Мы же сами это не делаем. Мы сами это делаем. Это никого не интересует. Никого. Ты можешь проводить... Ну так, не интересует это. Это никого не интересует, если ты не ведешь пропаганды сам. А что ж ты хочешь? В ТикТоке был когда-нибудь? Ты знаешь, что такое ТикТок? Это совсем другой уровень воздействия на людей. Послушай, послушай, какой уровень? Израиль не ведет пропаганды. Совершенно. Ни в ТикТоке, нигде. Послушай, Пинхас, ты отстал от жизни. Ты думаешь, что все люди, все человечество, оно как ты. Ты с ними сидишь и скажешь. Я вам сейчас все просто объясню. Это сейчас не работает и не будет работать. и в отношении евреев сто процентов не работает. Если ты никогда не пытался ничего сделать, то как же ты можешь сказать, что не работает? Я умоляю. Сидел с людьми, показывал все списки и говорил им все эти данные. Это никого не убеждает. Абсолютно. потому что арабы говорят наше дело справедливое, потому что мы бедные и несчастные, а Израиль говорит, мы хотим мира, и поэтому Израиль будет виноват. А Израиль должен говорить, нет, наше дело справедливое, вся земля принадлежит нам. Надо другую совершенно вести пропаганду. Мы ее совершенно не ведем. Абсолютно. Потому что сам Израиль, руководство, establishment Израиль является постсианистом. Поэтому он не может вести пропаганду. И поэтому Израиль пропаганды не ведет. Не говоря уже о том, что абсолютно все забюрократизировано, и выделить деньги на пропаганду невозможно. А они выделяют деньги совершенно миллиардами на пропаганду, которая эффективна. А мы не выделяем вообще. Ты вопрос другой спроси. Не почему у нас пропаганда плохая, а почему израильское собственное кино всегда антиизраильское. Наше собственное израильское кино. Не какой-нибудь Тик-Ток. Почему все израильские фильмы антиизраильские. Почему все то, что транслирует Израиль вовне, оно все время обсуждает Израиль с критикой Израиля. Если так себя ведешь, то что же ты хочешь? Вы сами так сделали? Можно попросить провести такой урок на эту тему. Просто поговорить, чтобы было больше времени. Пожалуйста. Пожалуйста. Заявку напишите подробную и мы сделаем. Там же Лена писала вам заявку. Слушай, Лен, ты правильно говоришь. Для того, чтобы понять пульс народа, надо было сегодня, сегодня, даже хотя бы не на кладбище, а просто бесконечно смотреть, что происходит на похоронных церемониях и на этом. Если ты хоть, я уверен, что ты не уделил ни минуты, ни минуты этому, понимаешь? Потому что твой подход это логика для людей, которые, как ты, закончили математическое что-то. Это не так. Положи руку на пульс и почувствуй, что это такое. Послушай, тот пульс, который те транслируют в СМИ, это не пульс народа. Это не СМИ. Открою 14 канал, если ты знаешь СМИ. Это не СМИ. Это народ, который там стоит. Что значит СМИ? Там сидят люди, которые потеряли своих самых близких. О каких СМИ ты говоришь? Перестань все время говорить. Ну, людей есть много очень разных. Вам-то правильно. Их есть очень много очень разных. Поэтому говорят, что все одинаковые, все против. Нет, а говорят те, кто специфические, которые активизированы. Ну, я тебе привел пример. Антиизраильские протесты в Европе, они совершенно не отражают европейского населения. Нет, я думаю, что они более чем отражают. Я думаю, что они более чем отражают. Посмотрим на эти демонстрации. Там большинство людей с белыми лицами просто вообще. Ну и что? Ну и что? Это малюсенькая группа из всего. Ладно. Окей. Хорошо. Я не знаю, можно ли говорить или насколько как бы вообще поднимается рука или ширина цигуба говорить «Хак от смаутсамэх». Конечно. «Хак от смаутсамэх». Конечно. Ну, конечно. «Лэгиоласлема». Конечно. Я тебе еще раз говорю. Сходи на кладбище. Человек говорит «Не могу сказать Лейкиферд, макинат Исраиль. Не могу после того, что произошло». Понимаешь? А войну 73-го года он мог сказать? В 73-м году было совершенно другое. Во-первых, по количеству. Сейчас уже количество раненых больше, чем было в войне Йом-Кипура. То, что было после войны Йом-Кипура, не сделало такого разлома в самом обществе. Когда государство просто не то, что провянулось спиной, оно провалило весь план защиты. Такого вообще никогда не было. Никто не мог подумать, что такое может быть. Это отдельная вопрос. Ну да, ты посмотри район про спитаниот, про этих наблюдательств. Как это было вообще? Как такое может быть? В течение 12 часов людей просто уничтожали жуткими способами армии вообще не было. Как такое может быть? Секунду. Мы не живем вообще. Секунду. Это я согласен. Весь дениалитет, весь истреблочный, дениалитет, Верховный суд, прокуратуру, все они в этом повязаны. Всех их надо уволить. Это я согласен. Ну, Высокий, давай тебя поставим в качестве главнокомандующего. Что меня нет? Послушай, у нас есть полно майоров и полковников, которых нужно поставить генералами. Слушай, это счастливо. Это не так все, понимаешь? Это не пешки в шахматы. Сейчас эти же люди, эти же люди, они продолжают, продолжают воевать. Это все находится в процессе. Этот процесс, который вот так происходит. А ты хочешь этого лого сделать? Выбросить, и поставить, и все нормально. Можно сказать два слова? Да, конечно. Можно сказать? Натан, одну секундочку. Натан, у нас разница в том, что ты... Одну секунду. Одну секунду. Михаил, одну секунду, конечно, мы дадим слово. Да, разница в том, что ты слишком эмоционально это все воспринимаешь, а я более рационально. Вот и все. Замечательно. И у тебя фундаментальный пессимизм, а у меня оптимизм. И все. Ну, замечательно. Да, Михаил, мы слушаем. Одно, одно из первых упоминаний об Израиле находит у фараона, где он говорит, и я уничтожил зеро Исраэль. Вот. И это примерно три с половиной тысячи лет назад. Второе упоминание говорится о том, вы знаете, да, это? Ну, конечно, Файнштейн, который доказывает, что Давида не было, или он был Мухтар Малик и деревня. Вот. И нашли в Дании табличку, где утверждается, что я уничтожил царя Исраэль и их царя Давида. Вот. Так что фейки существовали всегда, и то, что нас как бы уничтожают, говорилось уже три с половиной тысячи лет тому назад. Я не говорю, что это новое. Да, окей. Вот. Да. Но мы, но ни тех, ни тех уже нет, а мы существуем. Это понятно, что я точно даже как и ты с трудом воспринимаю то, что случилось седьмого века. Но, так сказать, как бы я просто хотел сказать, что всегда надо помнить и вторую вот эту сторону. Да, да. Делать максимально, максимально, что мы можем изменить, это понятно, но помнить, что это не конец. Миш, я сто процентов с тобой согласен. Более того, я сто процентов как бы не то, что оптимист, но сто процентов уверен в судьбе государства Израиля. Но я думаю, что тот кризис, который мы сейчас видим в отношениях с народами мира, он реальный. Нет демонстрации в поддержку, нет никаких бнейнох, мы не видим никакого двенародного движения, который был за это. То, что они где-то там голосуют, я не знаю почему. Может, они выберут трампу, потому что они считают, должна быть сильная рука, но я не вижу никакой поддержки в мире, никакой, никакой. Как это? Ты не видишь от американского конгресса поддержки? Какая демонстрация? Ты видел хоть одну демонстрацию в Америке, кроме евреев, которые несчастные выходят, там кучка стоит. Где они, народы мира? Где они? Ну да, конечно, не будут выходить от этого. А почему же им не выходить? Ну, зачем выходить? Послушай, панестинцы эти про-арабские выходят, а почему этим не выходить? Потому что эти организуют, а вы не. Ну, окей. Ам Исра и Хай, давайте на этом закончим. Ам Исра и Хай, как Самая Актива. Как Самая Актива. Счастливо, пока, пока. Пока, я выключаю. Окей, за.